Здравствуйте всем. Нужен вообще микрофон? Может, не так разговаривать? Нет, не так разговаривать. Нужно, да? Марина Матвеевна, все же знаете ее, да? Это же ваш, наверное, вышестоящий спонсор, или как-то все равно соприкасаясь. Марина Матвеевна всегда рассказывает по-своему, а оно у каждого по-своему. Вот я сейчас расскажу, как у меня было. И для начала давайте вот познакомимся. Кто меня еще не знает, насколько нужна моя история, нужно рассказать, как я попала. На самом деле, как все было. Вот, это сейчас я расскажу. Хорошо. И для начала, прежде чем рассказывать о себе, я бы хотела поблагодарить, конечно же, человека, который меня поменял абсолютно, поменял всю мою жизнь. Человек, который пригласил меня сегодня сюда, Марина Матвеевна, и буквально сильно-сильно вас люблю. Это моя крестная мама. Для нее вот эти цветочки, я хотела их купить, но она все переделала, как по-своему, как обычно. Поэтому я сказала, пусть они тут стоят. В общем, вам низкий поклон. Спасибо вам большое. Очень, очень вам благодарна. И в каждое общение, в каждую, может быть, там, смс-очку, или там наш звонок, телефон, я всегда стараюсь благодарить, потому что это переполняет мое сердце. Кому поменяла судьба, судьбу компании NSP? Поднимите руки. Чтобы я чувствовала, что я не одна. Поменяла компанию NSP, да? А кто был уже в Америке на производстве и видел основателей компании? Мало еще. Но очень хочется, чтобы каждый из вас был, потому что вы видите этих людей, которые поменяли судьбу. Они нас знать не знают, они живут на другом вообще континенте, да? Но они сделали как-то свою работу, свою какую-то свою жизнь создали, которая как-то непонятно, ну, понятно, да? Через продукт влияет на наши судьбы. С 2004 года, сколько это лет? 15 лет я на NSP. И первые три года это было просто потребление продукта. И, конечно же, никто не думал, что я буду заниматься системой маркетинга. Никогда бы я в жизни не подумала, если бы тогда мне сказали, конечно бы я... У нас был свой бизнес. У нас был магазин одежды, у нас был компьютерный зал, у нас была своя сауна. Мы жили в Ялте, и там курортная зона. Летом всегда много отдыхающих, мы зарабатываем деньги, а зимой там всегда голодно, так скажем, да? И мой возраст, он пришел к тому, у каждого человека в определенный момент наступает такое состояние здоровья, когда нужно уже заниматься собой, да? У каждого. Я сегодня вообще так решила построить свою встречу с вами. Даже это не школа, это не обучение, мне нечем у вас учить. Да, как-то так вот сложилась судьба, что уже ранг директора-ассистента, но я хотела сегодня поучиться больше у вас. И приехала сюда, чтобы поучиться больше и просто поделиться тем, что у меня есть внутри. Поэтому сейчас рассказываю свою историю, как я попала, значит, в NSP. И мое здоровье, оно закладывается у нас всегда с детства, да? И когда-то в детстве я болела ангидой очень сильно, и у меня все это последствие, естественно, на печенке сказалось. Потому что лечили мне антибиотиками, был ужасный дисбактериоз, никто этим не занимался, потому что, ну, как бы вот так у нас сложилось, что традиционная медицина особо это не лечит. Вот это не было диагнозом, который надо лечить. Ну, и бегает, идет там и бегает. Я занималась в свое время хореографией, то есть я профессионал в этом смысле, я потом учителем танца была. То есть я физически много работала. То есть это как бы хороший спортсмен, можно сказать. Поэтому нагрузки были серьезные, а восполнения и восстановления практически толком не было, потому что мы ничего не понимали о питании вообще, да? Как вот сейчас уже общество грамотное, все мы прекрасно знаем, понимаем, что полезно, что вредно. А когда началась перестройка, ели все подряд, что было, да? Все же помнят, как у нас был маргарин вместо масла, как у нас, да, было все, все это. Так вот, здоровье к 33-м годам мое, оно подошло в тупик. Печень просто остановилась, и я покрылась вся пятнами. Кто видел и знает такое заболевание витилиго? Да, вот это моя история. Значит, я бегала по врачам, там, в Крыму, в Ялте, в каждый какой-то, какого только специалиста могла найти, я обращалась. И мне делали анализы, и говорили, что это все не лечится, и бесполезно этим заниматься. Придется измириться и ходить пятнистые. Но мне 33 года, представьте, да? И мне хотелось быть красивой, мне хотелось загорать. Да, у меня были какие-то проблемы, но мы же 33 года не чувствуем еще особо, что мы там можем болеть, да? То есть, вот еще вот пик вот этого, не перевалило еще. Так, чтобы уж прям совсем свалиться. Вроде там пятна, вроде голова поваливает частенько. Вроде менструация, то есть цикл вот нерегулярный какой-то. Но это все же не болезнь, это все как-то так, вот, да, с этим можно жить. Ну, у всех же так, не я же одна. И вот получилось так, что вот эти пятна, вот эта вот красота, она всегда важнее для человека, чем собственное самочувствие. Да, то есть пока болезней как таковых нет, а вот красота уже нарушена. И я искала средства, мне надо было срочно найти, чтобы избавиться от этих пятен. И когда-то в разговоре мне одна приятница рассказала о том, что приезжала какая-то женщина из Запорожья и привозила нам там какие-то капсулки травяные, которые вот убрали у нее подобные пятна. И вот для меня это было как спасательный круг. Я за нее зацепилась, Колечка Трубихина ее зовут, да, и она мне рассказала, говорит, вот я найду этот номер телефона этой женщины. И вот так я нашла этот телефон и позвонила Марине Матвеевне. И там было просто телефон, Запорожье и Марина. Все, Марина. Я звоню к Маринам, а по голосу слышу, что уже вроде как не Марина. Я говорю, извините, я ваше отчество не знаю. Она говорит, Матвеевна, я говорю, хорошо, мне нужны какие-то капсулы от пятен. Я вообще непонятия не имела, что там. Я понимала так, что это какие-то волшебные капсулы, которые что-то могут мне помочь. И да, есть. В общем, когда я пропила курс, я поняла, что, во-первых, ко второму месяцу кожа моя очистилась. Урегулировался цикл, нормализовалась энергия, то есть головные боли ушли, сон улучшился, кожа стала чистой, ровной. И я стала, я себе просто поняла. Все, вот это те капсулы, которые меня будут себя оздоравливать. То есть я буду, тем более я поняла, что это натуральный. Знаете, когда меня зарегистрировали, я принесла вот это соглашение вместе с каталогом, мне прямо его впихнули. И я ему там закинула в тумбочку, в дальнюю волку, я понимала, что я не буду это брать. Мне главное пятна-то убрать. Все. Вот на тот момент был такой уровень мышления. Но спустя где-то год начались нарушения цикла. То есть вот Марина Матвеевна рассказала там про детей, я хотела иметь детей. Ничего там я не хотела. Это не так было на самом деле. Ну когда-то я может и хотела, но уже в 35 лет я уже перестала хотеть, я уже понимала, что мне до детей. Уже все. А тут у меня гормональные нарушения стали, меня беспокоили. Мне все время тошнило, мне было плохо. У меня все время состояние какой-то вот непонятности беременности. Как будто у меня беременность. Сбой, нарушение цикла. Полгода администрации отсутствует. Я понимаю, что что-то не то со мной происходит. И мне в больнице говорили, это гормональные нарушения, вам нужны гормоны. То есть меня садили на эти гормоны. А мне было как-то страшно, интуитивно, я этого не хотела. И когда приехала Марина Матвеевна, а я как раз попала уже в больницу с апоплексией яичника, то есть вот в тяжелом состоянии, она появлялась как ангел всегда в нужный момент. И я еду с больницы и раздается звонок на телефон. Оленька, здравствуйте. Она всегда такая у себя веселенькая. И мы тут гуляем по набережной, вы если хотите, вот к нам подходите, мы тут с вами пообщаемся. Вот так вот, как-то все у нее легко. Тут такие проблемы, тут здоровья вот никакое. И вечно денег не хватает. А она там такая вся, как лень и ветерок. И вот это заманивало. На самом деле вот ее легкость, она прям тянула, да? Вот так есть. И вот я приезжаю к ним туда на набережную, они гуляют, кофеек, вот мы сели в кафе. А я с больницы, чуть ли не в халате. Вот такая вот так. Она говорит, Оленька, что с вами? Я говорю, да, у меня вот так, вот так, у меня пуплексичника. Она говорит, нам срочно нужен ДиКи Ямс. Срочно витамин ехать. Ну надо так надо, давайте. И вот эти две волшебные баночки, я просто взяла, они, может быть, постеснялись мне больше предлагать. Потому что все время как-то так касался наш продукт дорогим раньше, да? Ну и может и сейчас даже, у кого какое экономическое состояние. Сейчас-то для меня он недорогой. А тогда, конечно, это денег стоило. Может быть, я не купила бы, если бы они больше мне предложили, я не знаю. Ну вот угадали. Взяла две ванночки, пробиваю и получаю сюда. Восстанавливается цикл, улучшается самочувствие и все замечательно. И проходит, вот банка витамина е, его хватает на три месяца. Вот я его ровно три месяца как-то там пропила, я не помню, что такими лизировками. Но как только заканчивается витамин е, у меня заканчивается регулярность цикла и начинается какое-то странное состояние. Я звоню и говорю девочкам, у которых я брала пить, что это такое? Что это такое вообще? Пока я пила, все нормально было. Как перестала пить, значит сразу опять сбой. То есть наступает день инфрации, ее нет. Нет, 10 дней, 12 дней. То есть все, все, опять сбой. У меня опять паника. Кто знает, что такое, когда лопается яичник? Боль. Или там вот как внематочная беременность. Женщины. Кто понимает, о чем я говорю? Это ужасно. Это как будто, знаешь, я чувствовала себя фронтовиком, которому оторвали вот так вниз тело. Вот как будто кишки болтаются. Вот такое вот чувство, что все, отрывается половина тела. Очень больно. Очень. И я боялась этой боли снова. Поэтому, поэтому я думала, что же со мной. Я бегала и пыталась, искала возможности как-то определить, что со мной происходит. Если это снова опять нарушение и опять апоплектие, то я просто было мне жутко ужасно. Я звоню туда в НСП и говорю, дайте мне опять этих ваших банок, бог с ним. Буду зависимая, буду их пить, но лишь бы только, чтобы не болело. И я когда набираю эти баночки, пропиваю их еще целый месяц, а цикл не восстанавливается, у меня паника. Я иду к онкологу, к гинекологу-онкологу. Прихожу, и он ставит мне беременность в 12 недель. Я не хотела ребенка, я не собиралась рожать в 35 лет. Я понимала, что это непросто. У меня мама родила мою сестру в 35 лет, я все это видела. Мне было тогда уже 14, я понимала, как это тяжело дается. Чем старше женщина, тем труднее рожать. И потом я иду на УЗИ через неделю, и мне говорят, у вас там 2 минуты. У меня был стресс, у меня был шок, у меня вот такие вот слезы, у меня была паника. Потому что это не просто выносить родителей, это еще до ума довести этих детей. На какие деньги? Понимаете? На Украине, тогда в Крыму, вот я же не случайно с этого начала, что летом мы как-то вот еще зарабатывали, а зимой мы все. Все подвязаться и ждать сезона надо было. Так вот, когда детки родились, я, конечно, всю беременность я себе не экономила, я себя кормила продуктом. И дети родились здоровыми, крепкими, каждый по 3 килограмма. Сейчас я уже по 14 лет. Да, 6 килом выродилось, представьте. Когда врач был и шел, и он говорит, как будто кто там есть, выписывал от таких детей. Потому что крупные женщины рожают по 2,5 килограмма, близнецы. В сумме 5 килограмм это очень хорошо. А я 6 килограмм. Представьте, я сама в шоке, откуда они такие взялись. Ну, это два таких хороших кабанчика. И так они здоровенькие, крепенькие, одинаковые, абсолютно пропорциональные, до сих пор развиваются. У них один рост, один вес, одна фактура. Они вот это двое злорца, одинаковые с лица. Прекрасные дети, нет с ними проблем. Они не больные, то есть хорошо развиваются, учатся относительно хорошо. Ну, как я веду их, так они идут. В общем, про детей все. Я хочу сказать, мальчишки, все у меня армия. Старшему, получается, 20, сейчас уже 6 лет, а младшему по 14 лет. Родится у них 12 лет. Ну, в общем, детки родились, и, естественно, наступил декретный отпуск. И все. Я повезла, пеленки, распашонки. Год проходит, и финансовая ситуация становится просто невыносимой. Потому что на тот момент, ну, и опять-таки Крым. Ну, в общем, дети растут, глаза, душу радуют, а денег не хватает. И опять раздается звонок. Звонит Марина Матвеевна. Она зашла к нам в магазинчик. Она оказывается, рассказывает мне. А я тут рядом с вашим магазинчиком купила себе квартирку в Ялте. Я понимаю, улица Московская, это центральная улица Ялты. Это очень дорогая недвижимость. Она тут купила квартиру. А в прошлом году она купила себе квартиру в Алуште. Я слышала так уже, что вот в Алуште. Я думаю, что это такое вообще? Что-то, откуда у человека каждый год квартиру покупать? Где деньги столько вот можно брать? Тут мы сидим не можем от сезона до сезона. Деньги нужны жутко. Она квартирки покупает. Я так думаю, интересно, интересно. Но я понимаю, что это можно копить, купить одну. Но через год вторую. И я вижу, что они то туда поехали, то туда. Они по заграницам там мотаются, отдыхают, понимаешь? То они в Словакию поехали, то они в Турцию поехали. Вот это вот все какая-то легкость и все. Наш образ жизни, он притягивает людей. Красивый образ жизни. Его таким надо делать. Вот это вот главное поймать и начать. Вот еще одна фраза очень мудрая. Я сейчас пока помню, скажу. Марина Матвеевна, она когда-то сказала. Оля, мы артисты. Понимаете, вот мы берем образ такого успешного. Вот надо взять начинающего по человеку. Вот тяжело. Говорит, хорошо вам говорить, когда вы такая уже. А вот человек пришел, новичок, вот как ему начинать? Да вот я пришла, вот такая, как обычный новичок. Посмотрела на вот этот вот образ Марина Матвеевна. Успешный, паяжный. Такой вот уверенный в себе, хрестивый, такой легкий. И мне так понравилось, я так влюбилась. И подумала, и я такая буду. И вот я взяла этот образ, как... И Марина Матвеевна говорит, и вот надо играть этот образ. Понимаете, вот в театр играть. Взять этот образ, супер, и идти по жизни. Вот просыпаться, как принцесса. Я помню, как про туалетную бумагу кто-то на школе сказал. Начните с туалетной бумаги, шикарной. Вот нет денег. Возьмите хотя бы туалетную бумагу шикарную. Пусть она будет вот вам каждое утро напоминать о том, что вы аристократ. Понимаете? Это круто. Вот эти маленькие, маленькие такие вот шутки, они делали мою личность. Правда? Я сейчас вот все это вспоминаю, ничего не готовила. Все оно само выходит. Потому что, когда я брала в руки, и до сих пор у меня всегда самая дорогая туалетная бумага. Я никогда не буду брать. Мне надо трехслой, мне надо красить, чтобы она пахла. Вот остальное все уже в белой технике. А знаете почему? Потому что это правда, это работает. Вот ты как будто заряжаешь себя, ты себя воспитываешь, ты себя приучаешь. Вот к этой вот роскоши. И дети привыкают с тобой. У детей формируется вот это вот. Они уже по-другому не понимают. Мне нравится на моих детей сейчас смотреть. Они вот если мы едем куда-то в дорогу, где-то надо остановиться перекусить. Они уже смотрят, они где попало не будут кушать. И они не нравятся, им какая-то шлахума. Или еще с ними будет там, им надо в капе, крутое, где прям классно. Мам, вот это грызли классный бар. Давай мы туда еще будем идти. Они уже ждут. Они другого не хотят. Они привыкают к быстрому, хорошему качеству, и опускаться не хотят. Когда особенно в этом растают. Вот это важно. Так вот, Марина Матвеевна, что-то я забыла, ушла. Извините. Откиска. Да. Играть нужно в этой туры. Говорит, возьмите роль, играйте эту роль. И потом, когда вы так заиграете, что она вживается в вас и становится вашей, повседневностью, становится вашим характером. Вот. И я так и пошла, 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 пошла. Так. Дети родились, денег нет. Раздается звонок. И с легкостью Марина Матвеевна мне говорит. Оленька, я вот тут вот квартиру купила возле вашего магазинчика. И вот хочу сейчас... Приходите к нам на чай. Те, вот новоселье какое-то там они хотят отмечать. Ну, у нее кто знакомый в Ялте есть, она вот решила их пригласить. И меня зовут. Вот так она как-то мягонько. Да, да, да. У нас вот тут вот в девятой школе будут проходить занятия по здоровью. Вы же здоровьем, ну, как бы... Вы же дети маленькие. Там надо же понимать, как вот, да? Сохранить здоровье. Она же понимала, вот козырные карточки. Она говорит, вы приходите к нам на занятия. И, в общем, я сходила на домашний кружок. Сначала я пришла в зал. Вот такой зал, школа. Я послушала. И поняла, что вкладывать деньги не надо. И бегать продавать ничего не надо. Вот это два основных фактора, которые, в принципе, сработали. Я поняла, почему бы и нет. Все, что надо делать, рассказывать людям. Язык без костей. Рассказывать я люблю. И попробую. Вот я для себя вот так вот раз, думаю, попробую. Мысль мелькнула. Потом, когда я сходила на чай, посмотрела вашу квартиру. Я зашла в ванную выгодить руки. И увидела там вот это все стоит. Для девочек, ну что важно, да? Косметика, вот уход. Я смотрю, я знаю, что каждая баночка стоит 15 долларов. Для меня это были беженые деньги. Я не могла. Я хотела, чтобы у меня было так же. Когда я зайду к вам, у меня это все дорогое и все лучшее. Вот. Мотивация. Мы просто вспоминаем, мне все так жалко, какой я была тогда. Очень жалко, когда тебе... Ты молодой, ты красивый, ты все можешь и хочешь, а у тебя никогда нет злунди за выражение. И это здорово, что есть возможность потратить какие-то годы своей жизни для того, чтобы это создать. И создать это хотя бы для того, чтобы твои дети в этом уже выросли. Вот что важно. И некоторые говорят, ой, мне уже 50, или мне там 60. Да никогда не поздно. И вообще нельзя сдаваться. А смысл тогда жить? Просто кто-то созревает в 50, кто-то созревает в 60. А кто-то вообще никогда не созреет и будет ходить. Как курочка. Жаловаться, да? Так вот, я увидела это все и получила четкую мотивацию. Я себе внутри, где-то вот моя девочка внутренняя, она сказала, я хочу это все, дай мне это. И мой мальчик внутренний говорит, давай, мы сейчас это сделаем. Кто психологией увлекается? Вот. Мы все увлекаемся психологией. Потому что, когда общаешься много с людьми, по неволе приходится это делать. И всегда спрашивают, а вы не психолог? И я уже понимаю, что я психолог. В первую очередь, потому что мы в семье тут разбираемся, да? Почему люди идут учиться на психолога? Потому что они в себе хотят разобраться. Прежде всего, у них там бардак в голове. Поэтому я с психологами так аккуратно. Но сама я буду делать это психолог. Так вот, получается, что мой мальчик внутри говорит, да без проблем. Мы все сделаем, что ты переживаешь? Руки многим вперед. И когда деткам было полтора годика, я уже начала заниматься бизнесом. Сиди в деталях в отпуске. Детей на кармелу она поила. Пока я дома, с утра, старше в школе, я, получается, мама. И где-то на телефоне. А как только он приходит, дети уже спят. И вот прям к его приходу я их укладывала спать. Специально, чтобы уже только он на порог, а я уже вся одета. Вылетела. И они там, детки сами, под наблюдением. Он тихонечко там играет в компьютер. И следит, когда они там проснутся. Они проснутся, оденешь в фиолетке, там, или носочки. Даже по банану. Ну, в общем, я ему даю инструкцию, а сама побежала. Уже встречи какие-то, на занятия. Обязательно, вот каждый день я старалась убегать, чтобы что-то получить новое. И вот где-то за год, ой, полгода, да, за шесть месяцев, с февраля медицей я начала заниматься. По-моему. В общем, в августе месяце я поедула уже в Норвегию. За полгода, да, за полгода я стала, выполнила промоушен, Марина Матвеевна, и, Оленька, если будете начинать делать вот так, 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 так. Она мне написала план, и я по этому плану стала идти. Выполнила этот план, стала лидером, и получила промоушен, то есть деньги на поездку в Норвегию. Это была первая поездка за границу, и, естественно, она была переломная, она была ключевая. Когда я оттуда вернулась, я уже не могла дождаться, когда я вернусь, потому что у меня уже появился план. Все, мне надо ехать в Казахстан и пахать целину. Потому что Украина уже готовая, там аренда подверг, там мне уже делать нечего, а вот мне надо было свое. Я поняла в тот момент, для чего я родилась в Казахстане вообще. То есть, вот, говорят, что где родился, там сгодился. Вот я всегда думала, почему я вот в Казахстане родилась? Вот кто-то в Крыму родился, а я почему-то в Казахстане. И вот я в этот момент поняла, что мне надо ехать туда и надо работать. И вот с этим, наверное, опытом одного года примерно, да, где-то к весне, я хотела сразу уже, прям по осени рвануть. И Марина Матвеевна опять мне говорит, Оленька, зима, там уже холодно, куда же мы с маленькими детьми, дождитесь хотя бы весны. Она меня еще сдержала. И потом я уехала. В Казахстане все непросто. Я приехала... В Казахстане не было ни сервисных центров, не было, странно, не было, естественно, никакой литературы. И опять низкий поклон. Марина Матвеевна каждый год приезжала ко мне в Казахстан, привозила вот такие кипы литературы, буклеты. И все, что можно было, она везла туда все чемоданами. Мне было иногда стыдно и жалко, что она вот это все тащит. Мне как бы все отношения как к маме, потому что у них возраст с мамой практически один и тот же. И я видела вот эту ее любовь, ее заботу, и она много-много нам дала. Потому что, по сути, каждая тяжелая и трудная ситуация, которая возникала у меня там, в Казахстане, потому что уметь руководить людьми, вот когда у тебя нет опыта, да, а ты начинаешь какую-то работу, ты сталкиваешься с трудностями. У нас нет института, который нас научил, как надо делать, а потом ты идешь и делаешь. То есть ты все это в процессе, через свои ошибки. И когда ты общаешься с людьми, а у них какие-то возникают вопросы, какие-то конфликтные ситуации между ними, и все это надо уметь правильно себя повести, поставить и разрулить, а опыт это нет. И ты же не знаешь, как лучше. И для этого есть и данный вставник. Марина Матвеевна, что делать? Два каких-то слова. И все, раз, становится на свои места. В общем, еще раз спасибо вам за все. Это школа. Это мост, который вот трансформировался в процессе моей работы. В Казахстане что мы сделали? Мы открыли там два сервисных центра, номерные. То есть это то, что мне пришлось сделать, склады. Потому что не было продукта. Он был там, на юге Казахстана, в Алма-Ате. А это сутки от нас. То есть постоянно оттуда как-то заказывать. И я еще столкнулась с тем, что там даже ценовая политика была немного другая. Они делали такую какую-то наценку, как отдаленный регион. Ну, учитывая, что это была, наверное, далекая степь на тот момент, 10 лет назад, 12, читай. Сейчас я поняла, что надо открывать так, чтобы было как здесь, как дома. Как я видела, как это делала Марина Матвеевна. Значит, два сервисных центра. И вы знаете, вот сейчас я хочу плавно перейти к тому, какие методы в работе я использовала. То есть как я пришла, вы поняли, да? Как история моя. Так, теперь какие методы? Я сейчас, когда собиралась сюда ехать, думаю, как я буду рассказывать о методах работы своих. Когда вот... Почему говорю? Еду сюда учиться. Потому что если бы не моя поездка сюда, мне бы не пришлось собирать вот это все в своей голове. Пазлики. Вот один за другим как-то упорядочивать, что ли, свой опыт, чтобы его выложить правильно и быстро. Я спрогализировала. Оказывается, все мои победы или мои ранги, мои достижения, они были связаны с определенной деятельностью. Какие-то методы работают, а какие-то не работают. Да? И вот когда мы приходили в зал, и нам говорили, можно то, 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 то делать, а ты выбираешь то, что тебе приемлемо, и то, что тебе хочется делать. Пробуем все. Выбираем те методы, которые комфортны для души, для сердца. Конечно же, это домашние кружки. Они, мне кажется, всем комфортны, да? Всем комфортны домашние кружки. Но есть люди, которым не нравится проводить домашние кружки. Мне нравится. Мне нравится приглашать гостей. А вот моему супругу не нравится. Поэтому сейчас я делаю домашние кружки в кафе. Ну, какая разница? Ну, проанализировала, что очень хорошо меня подвигали и давали хороший рост. Это первое. Школы. Когда мы собираем людей, даем знания, образование, что-то новое, чего человек не знал еще. И вот школы здоровья и бизнеса, которые мы проводили в начале, дали мне рост где-то до ранга лидера, лидер-менеджера. Я выросла на школах и на домашних кружках. На ранг директора уже вышла. Школа правильного питания дала рост. Я понимаю, что каждый ранг – это школа. Сейчас у меня следующий ранг – директор-консультант. И у меня опять появляется эта школа, только она уже другая, другого уровня. И это школа нутрициологии, курсы нутрициологии. То есть вот время диктует. Раньше были эти курсы ведь давно. И в Москве были, и здесь, в Украине. Курсы по нутрициологии. А были они и были. Но как-то они больше для врачей. Мы как-то еще, может быть, к этому готовы не были. Сейчас я вижу, что, когда я съездила сама на курс в Москву, я приехала и решила открыть школу, Курсы по нутрициологии в Астане. Сейчас мы его юридически зарегистрировали. То есть это предпринимательство, частное предпринимательство у меня. Так и называется, центр нутрициологии. В данное время мы подбираем место. То есть это будет зал, это будет такой большой центр, где будут и, ну, уже заглавирные есть специалисты, это будут врачи нутрициологи, которые будут давать консультации. Это будут косметологи, массажисты. То есть я давно мечтала о таком центре, я его называла, центр здоровья и красоты. Вот в голове. Плюс это должно быть обязательно представительством компании в Казахстане. Потому что в Киеве есть, да, в Украине есть представительство компании. А у нас нет. Вот как-то, не знаю, конечно, не каждый, может быть, планирует такие какие-то глобальные цели. А мне пришлось. Потому что нету в Казахстане представительства. И мы покупаем продукт в Москве. То есть мы через Москву получаем его, понимаете? А мне хочется, чтобы, ну, Казахстан же это отдельная страна, чтобы вот этикетки были, как у вас. Да, у вас на украинском языке этикетки, на продукте. Так же? А у нас на русском. Я не националист. Нет, ну вот как-то хочется, чтобы вот страна, вот на казахском, представьте, как людям будет приятно, да, которые в Казахстане местные жители. Вот у меня вот это все как-то запланировалось, и к этому все и идет. Значит, методы основной работы – это обучение. То есть когда мы даем людям знания, им это интересно, тогда будет идти рост. Поэтому я вам рекомендую, приглашайте людей на мероприятия. Я всегда делаю мероприятия, обязательно. Сейчас каждый квартал мы делаем, ну, ежеквартальная получается, мероприятия у нас, все лед у нас, все съезжаются в ТОП, в ближайших регионах, и мы проводим вот такое мероприятие в зале, где мы чествуем опять-таки новые рамки, промоушены, очень хорошо работает промоушены. Я учусь у вас, вот, лед Нижегородцев, где только можно что слышу. Приезжала в прошлом году на школу перед днем рождения компании в Киеве, да, и была очень хорошая школа, и вот оттуда у меня прям просто план, надо делать промоушены. Объявила промоушены, сейчас они работают просто великолепно. Люди выполняют удовольствие, мы делимся не только знаниями, но еще и премируем деньгами. То есть выполняет человек промоушен за 3 месяца, раз, у него 100 долларов. Выполняет он полгода, у него 200 долларов, там, 300, то есть мы даем деньгами, но деньги должны быть на поездку обязательно потрачены, или на продукт. Выполняет просто, допустим, новичок выполняет определенные условия по закупкам в течение месяца, там, 200, 400, 600 баллов. У него ваучер, мы даем такой, как, печатаем такой, как билетик, сертификат на получение продукта на 50 долларов. Кто больше выполняет, на 75, на 100 долларов. То есть мы придумали вот такие системы поощрения, и это лидеры выплачивают своим начинающим. То есть вот это вот тоже стимулирует очень хорошо. Но основные методы, что я могу сказать о работе, это, конечно, обучение. Сейчас вот этот центр нутрициологии, я прям уверена очень, что он здорово, всплеск такой даст. Почему? Потому что первый курс мы провели в апреле месяце, и у нас было там порядка 30 человек обучаясь, половина из них это врачи. И эти врачи сейчас работают с продуктом, не все, конечно, но те, кто работают, дают очень хороший объем и очень хороший настрой. Очень здорово работает сочетание NSP с wellness индустрией. Wellness индустрия – это индустрия красоты. Косметологи, массажисты, парикмакеры, мастера маникюра обучаются у нас, и все это применяют в работе, в своей. Ну, я вообще вам, наверное, этого, но вы ничего не скажу, вы это сами знаете, да? Кто специалисты? Кто специалисты по обслуживанию, wellness индустрии, по обслуживанию людей? Вот прямо я вас сразу заметила, да? То есть вы работаете с людьми, и вы еще и нутрициолог параллельно. Это же здорово. Я всегда сейчас, когда приглашаю на курс нутрициологии людей, я говорю, вы можете получить еще одну специальность и совмещать. Вы будете универсальным солдатом в своей деятельности. Там, где вы занимаетесь, вы будете лучше, потому что вы, помимо того, что просто знаете свою работу, вы еще знаете больше. Вы даже больше будете знать, чем знают врачи иногда. И люди сейчас очень тянутся. Вот это слово превентивная медицина, сейчас очень модно у нас, все крутятся, вертятся к нам. На курс пришла женщина, которая является хозяйкой фитнес-зала. У нее свой фитнес-клуб, там у нее салон красоты, очень большой центр. Интересно, с Кривосуза приехала. Вот. И она прошла этот курс, у нее раз так мозги поменялись, она сейчас ест продукт, она уже меня пригласила в свой центр. То есть я сейчас перехожу к тому, как мы взаимодействуем с велнес-индустрией, с тренажерными залами. И вот мы с ней уже дружим. Она выезжала с нами на ежепартальное мероприятие, мы вот выезжаем на природу, мы отдыхаем, приглашаем людей. Она раз, и попадает со мной в номер. Но если она попала со мной в номер, значит, она поймет, какой у меня образ жизни, какой у меня мировоззрение, мы друг другу интересны. И у нас сейчас дружба. И вот, представьте, она говорит, я очень хочу сейчас собрать всех своих фитнес-инструкторов, а ведь там мастера спорта, ребята. И она вот планирует сейчас, почему я и планирую, следующую школу, уже с акцентом по спорту сделать, прям непосредственно, с участием Павла, для того, чтобы отработать вот этот сегмент. Потому что, когда работают фитнес-инструктора, как нутрициологи, то это круто. то это прям вот, ну, они лидеры будущие, они партнеры, они директора будущие. Потому что люди, которые, ну, ладно, я уже другая мысль поймала. Как я еще контактирую и взаимодействую с фитнес-индустрией? Естественно, мы ведем здоровый образ жизни. То есть, каждый из вас занимается физической культурой. Кто ходит в тренажерный зал? Мало так. Ну, как, почему не ходите? Ой, вот это слово не успеваю. Знаете, я хожу туда работать, я хожу туда нигде не рожаться. О, видите, машет головой. Я хожу туда работать, во-первых, я там отдыхаю. Кто-то и ходит туда пахать, потому что он приходит, он же прям падает оттуда. Потому что лежит 250 килограмм поднимать, там несколько раз, это же, я не знаю, умереть можно. А я, например, прихожу туда поплавать в бассейне, там, сходить солярий, там, сауна там есть, сауне. И вот я все, и мало то, что я сама туда хожу, я еще приглашаю туда людей, а там такая фишка есть, у тебя есть гостевые, ты можешь с собой приглашать гостей, пять гостевых. Я прихожу, говорю, слушайте, ну я могу не пять гостей привезти, а гостей так, три, сорок, вы как на это? А они говорят, классно, давайте, ведите, можно приводить, только чтобы разные были, без проблем. И вы знаете, это прям у меня метод работы, я беру пару человек, приглашаю, вы хочешь со мной в X-Fit, там такая сеть фитнес-клубов есть по России, где, считается, одним из самых лучших, да, фитнес-клубов, там, хороший тренажер, в общем, весь сервис. И я приглашаю, сейчас вообще пригласила из миграционной полиции, она прям ждет уже, когда я иду в этот зал. Абонемент дорогой, там, 500 долларов где-то он стоит, да, 45 тысяч, даже где-то 700, где-то 700 долларов стоит абонемент, годовой. И не каждый может его купить, а людям-то хочется красиво вот что-то там, хотя бы посмотреть, что там есть, узнать. Многие просто боятся даже вот этой цены, у них нету возможности так думать, чтобы попасть в этот зал. И получается, что я их туда приглашаю, они заходят, и я им все рассказываю, что вот абонемент, можно вот так, вот так. А они со мной отдыхают, естественно, купаются, загорают по тренажерам, все вот это делаем, отдыхают целый день, мы можем кофе, чай так можно попить. Отдыхаем, развлекаемся, я им даю прям выходной день праздника. Приглашаю на выходной день. Но не всех подряд, а тем, которые мне интересны, с которыми мне интересно общаться. естественно, мы делаем маску для лица, скраб, все дела, я же все с собой втащу, вот это вот, чемоданчик, и все, вот это вот я делаю так, скрабирование, вот так вот я делаю, вот это пилинг, вот это маска такая, а вот это вот под глаза, а вот это дневной, а ночной, ой девочки, мы там, мы там вот это вот все, девчачи, а им так нравится. и вы знаете, это так интересно выглянет, те люди, которые просто смотрят, как мы тут втроем капошимся, и кайфуем, там, ходим с масками, там, волосы соберем в сауну, выйдем, в общем, мы демонстрируем, они, девчоночки, не знают, а я так все организовываю, что все вокруг уже и смотрят на нас. А что вы там говорите, какой-то алоэ вера гель, это что за, а где вы взяли алоэ? И я, знаете, так интересно, я прям специально взяла, так и сыграла роль, я говорю, да, это вот знаете, есть точка торговая, я вот там беру, какая красота, вообще прелесть, так увлажняет, как будто я вообще не прожила. Людям нравится, когда, ну, я не заинтересована в том, что я вам туда хочу продать, да, и я вот так вот, ой, такое прелесть, если захотите, там, напротив банкоматов, отдел такой стоит, вот к ним подойдете, у нас просто сейчас в России, где мы сейчас живем, мы открыли в торговом центре, точку такую, как, знаете, как островок, да, то есть там стеклянные витрины, красиво стоят наши продукции, литература, буклетики, все время на, на, это, на витринке лежат буклетры, что-то может подойти, взять, почитать, там информация, наши телефоны, то есть все время точка так вот работала, до недавнего времени, мы вот сейчас уже переходим в другой формат немножко, но вот, в общем, и я вот раз человека, туда подойдете, там вот девочка, купите, и надо же было так случиться, на следующий день я прихожу туда, из детства я же там каждый день, у меня там продавец сидит, я подхожу с ней, с ней там, у нас вопрос, и девочка подходит, а вот алоэ вера, у вас тут какой-то алоэ гель, так интересно, а я думаю, надо же, люди гель хотят купить, я даже ее уже не узнала, мы же там в бане замоканы, она бы сказала, а это вы вчера были в фитнес-кулубе, у меня такая, ну, а со стороны пока она стояла и ждала, и мы же разговаривали, мы же понимали, что я уже не просто там покупатель, ну, в общем, самое интересное, что человек приходит и покупает, и вот, и у нас уже контакт, мы уже обменялись телефонами, я уже ей еще дополнительную информацию дала, она помимо алоэ веры, еще купила крем, по-моему, под глаза, да, крем под глаза, вот прям они, тут же, и, в общем, вот так мы находим новых клиентов, то есть я повела двух своих знакомых, а помимо этого у меня появилась еще третья, поэтому приглашайте к фитнес-клубу, вот надо выходить, куда-то туда, и люди говорят, а они ведь уже готовые, они ведут здоровый образ жизни, то есть кто идет в фитнес-клуб? Те, кто хочет быть молодым, красивым, здоровым, долго, То есть там наша аудитория, вот это вот как методы работают, что, по времени как у нас там, это уже все, уже надо переходить, значит, немножко о планах скажу своих, получается, вот фитнес-индустрия, вот таким образом у нас, мы контактируем, но в свое время, в свое время, в общем, я же поплавно вам уже рассказала, да, центр нутрициологии сейчас мы открываем, глобальной очень работы, много, соответственно, нужны деньги, так же? чем больше планы, тем больше должно быть финансирование, должно быть финансирование, а значит, когда есть потребность, значит, будет рост, однозначно, я заметила, и вам с вами хочу поделиться, когда вы чего-то жизни хотите, и знаете точно, что на это у вас нет денег, люди сразу как раз и перестают хотеть, а я поняла, что надо наоборот туда лезть, понимаете? Вот, вот когда я прям, понимаю, что дурако как-то вот не потяну, и я наоборот туда раз, и получается, что, и подтягиваются уже возможности, то есть потребности, они подтягивают за собой возможности, не надо бояться, что вот вы залезете в долги, там, или еще что-либо, я на это никого не агитирую никогда, не надо брать кредиты, не надо залазить в какие-то долги, долговые ямы, вот надо не бояться, надо просто начинать делать, вот начинать делать, сейчас я хочу дом, я почему в то время думала, почему у них квартиры нет, то есть я столько времени живу в Казахстане, и у меня нет квартиры, то есть какая-то была в свое время, я ее продала, ненадолго, и вот я как-то не хотела себя привязывать, и Марина Матвеевна, не помню, еще делюсь, Марина Матвеевна, квартиру надо как-то, что же я все время на съемных, каких-то, Оленька, зачем вам сейчас, не думать, вы потом вот купите себе раз, с одной зарплаты, эту квартиру, то есть не переживайте, вы живете в Казахстане, я снимала все очень хорошее жилье, и жила как в своих квартирах, но вот почему-то, как-то я не купила машину недавно, а теперь вот дом, и я понимаю, что дом-то надо строить, надо деньги, надо мебель, когда есть желание жгучее, что-то иметь, однозначно будет рост, поэтому я уже уверена и в прискушении того, что объемы растут, все подтягивается под мои запросы, я думаю, что здесь вся продвинутая аудитория, новеньких же нет практически, есть новенькие люди, кто первый раз вообще пришел, вам, наверное, непонятно, что мы тут разговариваем, да, на непонятном языке, или понятно, частично, да, но в общем, что хочу сказать в заключении, мы завтра поедем куда-то тут на природу, под какой-то большой дуб, моя надве вот у нас там поведет, поэтому если что, давайте присоединяйтесь, мы там будем танцевать, у нас там будет флешмобиль, еще будем завтра тренироваться, поэтому мы еще сможем пообщаться, поговорить индивидуально, хоть с каждым, хоть вместе, хоть по отдельности, мое отношение к фитнес-индустрии, вы понимаете, оно не просто вот, как бы по потребности туда завезло, я там выросла, то есть я хореограф, и мне все, вся физиология мне понятна, когда-то так сложилась судьба, что мы встретились снова с моим дальним таким родственником, можно сказать, по жизни, то есть с детства мы знакомы с Павлом, и в интернете мы просто где-то лет 6 назад, раз, и благодаря интернету, что находятся старые связи, и мы раз и нашлись, и общались просто, вот он спортсмен, а я вот сетевик, и моя задача как? Найти максимально контакты, для того, чтобы открыть людям больше, максимально, с большей возможностей, и естественно, я ему как спортсмена предложила несколько препаратов, продуктов, которые улучшат его самочувствие, он жаловался тогда на мышечные боли, там зрение, что-то там с пищеварением, он сам про себя расскажет, но, когда он попробовал продукцию, я увидела положительный отклик, ему очень понравилось, он стал изучать, вообще на самом деле, спортсмены очень туго воспринимают биологически активные добавки, кто с этим согласен? Они же умные, они же все там, они пробиты, они все знают. Вот сегодня мы будем говорить о том, ну и мы, а вот уже мы с Павловой проводим, и говорить о том, как работать, как взаимодействовать с этим. И то, что у меня получилось провзаимодействовать, я думаю, что это вот сейчас, как результат уже моей работы. Я не случайно сказала, что сейчас маститно с клубами работаем, с салонами красоты. Недавно на меня вышли, после курса по нутрицологии вышла одна врач, девочка, она работает, в центре красоты и здоровья ее пригласили как гинеколога. Она закончила у меня курс. Почему, говорю, метод эффективный. Человек закончил курс, у него мозги переключились на нутрицологию как надо. Ее приглашают работать в центр антиэйдж, там какой-то омолаживающий, вот такой суперкрутой, просто там, я говорю, господи, там одни двери стоят, как весь мой склад. Просто там, золото и бриллианты, все заклеено, просто шик. Туда идет просто высший уровень общества. Там анализ стоит 500 долларов, просто чтобы сдать анализ, там гемотесты выделили. И вот, ее пригласили туда работать, и она уже со своим незнанием в нутрицологии приглашает меня для того, чтобы мы заключили договор, и чтобы этот центр работал с нашим продуктом. потому что им нужны биологически активные добавки высокого класса, сертифицированные на рынке Казахстана, и это как раз мы подходим. Вот представьте, если бы она не прошла этот курс, она бы позвала меня туда? Нет. Нет. А сейчас они всех врачей, которые у них там работают с клиентами, они будут ориентировать на наш следующий курс, который пройдет в октябре. Снова курс нутрицологии, и они хотят пройти это обучение и уже работать с нашим продуктом. Круто же! Вот курсы нутрицологии вот это дают. Я ушла немножко, просто забыла про это вам рассказать. Поэтому с Павлом мы познакомились 6 лет назад, получается, стали взаимодействовать, и он попробовал продукты, оценирую, и стал их изучать. Он мне четко признался, если бы не ты, мне бы ваши добавки вообще, вообще он бы их не заметил даже, потому что спортсмены не воспринимают. Сейчас ситуация другая, и я думаю, что он уже сам вы про себя рассказывали. Вы все видели там все оригами, включите же слайд, как включить? Как включить? Мастер спорта, по урлифтингу, он у нас чемпион в прошлом, сейчас он уже заслуженный деятель, так скажем, он тренер. Я так своими словами скажу, кто не буду там сильно расписывать, в книжке все написано. Вообще мне нравится, что у него очень светлый ум и очень много глубоких знаний в физиологии, в медицине. Мне кажется, в нем вот прям врач какой-то очень сильный погиб, а может быть, наоборот. А может быть, наоборот, в нем вырос очень мощный нутрициол, потому что он не просто тренер, а он еще нутрициол, потому что он работает с нашими препаратами очень здорово и получает очень классные результаты. Поэтому, Паша, я тебя приглашаю. Сейчас у нас минут 41 часть, и мы перелим чемпион. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ